Николай Сергеевич и Нина Антоновна Никифоровы познакомились в клубе на танцах в августе 1954 года. Николай служил в армии в Щербинке. Нина приехала туда в гости к родственникам. А уже в марте следующего года они поженились. В армии служил. Клуб для всех был. Там и гражданские ходили туда, а музыка у нас была, жаск, как его называют, уже забыл. Туда вся Щербинка собиралась. И вот увидели друг дружку и всё. И снюхались. Таких нету. Как мама покойница моя сказала, Коля, держись. Мало золотних, но дорог. И я не прогадал. И всю жизнь прожили. Нина Антоновна работала на картонажном комбинате. Николай Сергеевич 44 года трудился на предприятиях Ленинского района. Пять внуков. Внучки не одной. Один только женился. То есть у вас одни мальчики? Одни мальчики, да. Внучек нет. Ждём, может пополняли, правнуки будут, но пока нет. Карлинский, Евгений Давыдович и Тамара Яковлевна вместе работали в Саратовской области на предприятии «Саратовнефтегаз». Поженились 31 января 1959 года. Увидел молодого специалиста, 20 лет, в окно, где я работал на газовом промысле. Потом она исчезла. Потом мне пришлось её долго искать в большом миллионном городе. Тамара Яковлевна закончила геолого-разведывательный техникум, а потом экономический институт. Работала экономистом на предприятиях Саратова. Евгений Давыдович – ветеран труда, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности. Их старшая дочь работает во Внегазе руководителем группы. Младшая пошла по стопам мамы. Она экономист. Просто надо уважать друг друга. И мнение друг друга уважать как-то. Снисходительнее быть друг другу. И тогда всё получится. На торжественном мероприятии бриллиантовых, изумрудных и золотых юбиляров поздравил исполняющий обязанности главы Ленинского района Олег Хромов. Это большой человеческий подвиг прожить Бог-Овок рядом вместе 50-55-60 лет. Конечно, вырастают дети, внуки, у кого-то уже правнуки, возможно, праправнуки. И я ещё хотел бы раз поздравить наших юбиляров, пользуясь случаем, что они смогли найти в себе силы. Ведь жизнь – такая непростая штука. Для того, чтобы быть рядом вместе. И это очень дорогого стоит. Начальник Ленинского управления ЗАГС Елена Фёдорова предложила семейным парам поставить подписи в юбилейной памятной книге. Спустя много лет супружеские пары вспоминали самое приятное и торжественное событие в своей жизни. В адрес юбиляров звучали поздравительные слова. Каждой паре были вручены цветы и памятные подарки. Выступали приглашённые артисты и воспитанники детского сада. Я тебя, сиреневая дочка, целовал. Сиреневые щёчки, ручка шла. И дождь не шёл, и тебе, и мне хорошо. По-доброму завидуешь и удивляешься этим людям, сумевшим пронести через годы взаимопонимание, уважение и любовь друг к другу. Глядя на такие семейные пары, молодёжь получает достойный пример для подражания. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. Продолжение следует...